Привет. Я не знаю, может, пару слов про себя скажем? Да, пожалуй. Я первый. Привет, меня зовут Гриша Пророков. Я журналист, хотя я уже два года не работаю на постоянной работе в каком-нибудь издании. Пишу только на фрилансе. Кроме этого, я делаю подкаст и YouTube-канал, оба называются Blitz & Chips, и они обо всем примерно. Мы говорим про поп-культуру в первую очередь, но, в общем, про жизнь и про все подряд. Еще есть Telegram-канал, кстати, да. Вот. Это я. Меня зовут Кирилл Артеменко. Я главред бумаги. Это издание про Петербург. Нас считает 600 тысяч человек в месяц. Мы делаем мероприятия, мы делаем исследования, мы делаем газету. Что мы еще делаем? Мы еще будем кое-что делать на следующей неделе. Мы об этом потом расскажем. В общем, у нас тема очень общо задана. Мы, конечно, кидали какой-то план. Мы с Гришей сегодня обсудили, о чем нам лично было бы интересно поговорить. Нам было бы интересно говорить про бизнес, про бренд-медиа и про профессии меняется, как нам кажется, последние годы. Но вообще говоря, мы были бы очень рады, если у вас возникают какие-либо вопросы, вы бы их задавали. Потому что это не лекция, это вроде как разговор. И здорово, когда этот разговор будет не у нас двоих, а у нас с вами. Поэтому в любой момент, если у вас будет какой-то вопрос, любое замечание, комментарии, желание поругаться с нами, мы будем рады, если вы это сделаете. Я думаю, мы еще просто сделаем пару пауз, чтобы вам было не так стеснительно это делать. Ну, в общем, да, если вдруг мы что-то не расскажем, можете скачать просто с места и кричать на нас. Посмотрим, что из этого выйдет. Но мы можем ответить. Я думаю, что надо начать с того, что у нас будет разговор сегодня обо всем. Потому что медиа – это все сегодня. И как бы тема была задана, да, в том числе о противостоянии, о каком-то противостоянии типа традиционных каких-то медиа-сайтов, журналов и условно новых типа сториз в Инстаграме. В общем, это все одно и то же. Все работает по одним абсолютно принципам. Телеграм-канал, не знаю, YouTube-канал, сайт Кирилла. Они еще не отличаются. Почему? Потому что еще в 1997 году, если я буду периодически заглядывать в свой телефон, вы не думайте, что я посылаю мемы в Телеграм. У меня там просто записаны имена и все такое. В журнале Wired, короче, вышла статья про то, что в интернете главный ресурс – это внимание. Вообще в 21 веке будет главный ресурс – это внимание, а не информация, как можно подумать. Вещь, за которой все сражаются, вещь, на которой люди работают – это внимание. И сейчас, типа, в 2017 году это справедливо как никогда, потому что все вообще вокруг нас пытается захватить наше внимание, оставить его и так далее. Это может быть, не знаю, соцсети, Netflix, опять же, сайты. Все работает на одном поле, скажем так, и конкурирует на одном поле. Я еще хотел добавить сразу к Гришному тезису про то, что все работает одинаково. У нас в заявке в описании темы был употреблен термин «новые медиа», который вы все слышали и который, в общем, используется широко и довольно сильно затерт. Причем все понимают его по-разному. То есть вообще в медиа, поскольку это индустрия, которая охватывает всех, есть проблема, что большому количеству людей кажется, что они хорошо разбираются в теме и, соответственно, являются носителями экспертизы по теме медиа. С одной стороны, это справедливо, потому что потребители и медиа все. То есть если вы потребитель, вы имеете право критиковать это. С другой стороны, все-таки терминологический аппарат некая экспертность в случае профессии, когда мы говорим о журналистике, например, или о медиа-бизнесе, довольно важна. Так вот «новые медиа» — это термин, который, в принципе, изначально обозначал, к большому счету, то, что мы называем социальными сетями, то есть то, что является средой для распространения контента, произведенного пользователями. Типа «ЖЖ»? Ну да. В общем, с эпохи Web 2.0 начались новые медиа. А часто «новыми медиа» называют медиа, появившаяся недавно. Сайт запустился год назад — это «новые медиа». И это не совсем верно. И хочется как-то сразу сказать о том, что когда мы говорим про «новые медиа», все равно все строится на одних принципах, о чем, собственно, Гриша и сказал. Ну да. И, собственно, мне кажется, сейчас очень интересный переходный, скажем, момент. Может быть, он довольно долго происходит и довольно долго будет еще происходить. Может быть, он довольно медленный. Но у меня вот в начале был вопрос, стоило ли сейчас запускать сайт. Может быть, нет. Но сайт классный, кстати. Потому что сейчас переходный момент, потому что никто ничего не понимает на самом деле. Никто не понимает на самом деле, как бы, что людям нужно, что люди хотят потреблять, из каких источников получать информацию и так далее. И в этом переходном моменте реально телеграмма, все эти вещи, в общем, существуют абсолютно одинаково. Я просто буду иногда вклиниваться. Да, конечно. Давай, давай. Если мы говорим вообще про жизнь и смерть в медиа, нужно иметь четкую штуку. Сейчас конец года и сейчас все выкладывают разные прогнозы. На один год, на 10 лет. Вот за последние пару недель было опубликовано несколько прогнозов и на русском и на английском языке был опубликован прогноз на основе полевого исследования Mail.ru про русские медиа. Они опросили около 30 главных редакторов, издателей, специалистов из самых разных изданий, там от паблика МДК до ведомостей, например. То есть из традиционных медиа, то есть что такое традиционные медиа? Это медиа, которые построены по редакционной модели, когда есть какое-то количество людей, которые собираются на планерке онлайн или оффлайн, обсуждают, о чем они будут писать, строят повестку, отбирают контент, выбирают, какие темы важны или какие не важны, и это строится по принципу аудиторного запроса. Есть DIY-проекты, нишевые маленькие медиа, которыми в том числе Гриша занимается, которых он понимает, а я, например, вообще не понимаю в этом. И мне просто понравилось у Гриши под одним из YouTube роликов, комментарий, который… То есть был критический комментарий, что, мол, парень поработает над дикцией, хотя приятно, мне хочется себя смотреть… Там больше было написано. Да, мне хочется себя смотреть, но это больно. Ну и Гриши отвечает, ну слушайте, я делаю все ровно так, как мне нравится, а если вам не нравится, то в YouTube есть много хороших каналов. И на самом деле это довольно… то есть меня это поразило в хорошем смысле, потому что для традиционных медиа, которыми в том числе я занимаюсь, это в общем невозможная позиция, потому что все очень сильно завязано на экономику. А можно эти вопросы вам сразу? Вы прям за всех читателей хватаетесь и каждый для вас из 600 тысяч прям супер важен и все равны. Это хороший вопрос, по дефолту да. Ну то есть если мы видим, что человек, например, не наших взглядов, ну понятно, что у всех есть взгляды в редакции какие-то, и бывает сущностный спор, то у нас редакционная мантра – это уважение к читателям. Мы всегда отвечаем на комментарии, если они содержательные. Мы стараемся вступать в дискуссии, отвечать по существу. И, ну конечно, если мы видим, что человек, допустим, там просто кроет нас матом, мы его баним. Ну потому что почему бы и нет. Я попробую защитить вот этот момент. У меня, если что, очень маленький канал, но я надеюсь, что сегодня мы сможем доказать, почему это не супер важно, почему цифра там 7000 – это не главное. Комментарий там был не просто такой. Там человек написал, что мне нужно все поменять. Дикцию, монтаж, сценарий. Может быть, вместо меня кого-нибудь другого человека поставить. Еще по-другому назвать канал и другую музыку, цвета поменять. И, во-первых, почему я вообще на это ответил? Потому что, мне кажется, супер важно отвечать на какие-то… Я стараюсь вообще почти на все отвечать, потому что, мне кажется, это очень важный момент. И старая логика, что в интернете ни с кем не стоит взаимодействовать, и тролли не стоит кормить, мне кажется, она не работает. Мне кажется, супер важно как-то высказываться. И почему я так ответил, типа, я делал, что я хочу? Потому что я, конечно, слушаю фидбэк. Фидбэк – это супер важная тема. И все комментарии, которые люди оставляют, супер важно. Я думаю о том, что менять, делать по-другому и так далее. Но при этом невозможно всем угодить. И если слушать всех и менять все, как все говорят, то получится что-то совсем другое. Поэтому, мне кажется, важно выделять людей, которым ты нравишься за то, что ты уже делаешь, и ценить их больше, чем люди, которым хочешь делать что-то совсем другое. Потому что те люди, которые пришли к тебе в самом начале, уже пришли к тебе за то, что ты уже делаешь, они гораздо ценнее. Если ты понял, о чем я. Да, я понял, потому что в целом это тоже большой тренд, что редакция спускается с табуретки, с которой они высокомерно смотрели на своих читателей. И это очень сильно, как мне кажется, ударило в том числе и по медиандустрии в России, потому что я много раз видел в разных редакциях и с разными коллегами общаясь, как они говорят, что ну вот какие-то дебилы нам в комментариях что-то пишут, мол, ха-ха-ха, смотрите, есть там группы в Фейсбуке с письмами от читателей глупыми. Да, безусловно, много сумасшедших пишут письма в редакцию, но мне кажется, что над ними смеяться все равно не стоит. Я вот немножко отклонился изначально от тезиса, что публикуется сейчас много прогнозов на год, на десять лет, но мне кажется, что все эти прогнозы, они достаточно умозрительны, потому что можно делать хорошее упражнение. Если вы занимаетесь каким-то делом дольше, чем три года, например, лет пять, то можно вспомнить себя пять лет назад и подумать, представляли ли вы, что сейчас будет все так, как сейчас есть. Вот пять лет назад, ну не пять, допустим, возьмем шесть-семь лет назад, все обсуждали смерть профессиональной журналистики, приход пользовательского контента, который заместит профессиональную журналистику. Десять. Да, даже десять лет. Ну да, это год с 2007-го началось, незадолго до того, как крупные издания стали перемещаться в интернет. И там в районе девятого-десятого года, когда появился iPad, все стали обсуждать, что вот умрут сейчас газеты и умерут сайты, нужно делать приложение под iPad. Год назад все обсуждали ботов в мессенджерах, сейчас все обсуждают блокчейн, думают как бы к медиа прикрутить блокчейн. То есть каждый год есть какие-то слова, теги, которые становятся темами для прогнозов и темами для обсуждений. Они рассеются, например, одни из этих тегов и в разных прогнозах сказано, что вот новости будут писать роботы и контент будут делать роботы, роботы будут лучше отбирать контент, чем редакции. Но у меня большой скепсис на этот счет, потому что мне кажется, что особенно в России, где технологическое отставание от лидеров индустрии, там, от США примерно 2-3 года, этого точно не произойдет и поэтому все-таки все будет достаточно медленно двигаться именно в сторону плавного развития, а не в сторону смерти из-за давления технологий. Возможно в зале сидят роботы. Они с тобой не согласны. Вопросы есть пока, нет? О, да. Если вам интересно, я могу про роботов рассказать. На кварце есть классный текст, я могу даже сказать его. Можно на комментарии? Да, давай. Я про Яндекс.Новости тоже могу сказать. На самом деле довольно важную штуку. Может быть, пока ты ищешь, я быстро расскажу. Яндекс.Новости. Вот сейчас вот Яндекс запустил другой сервис, Яндекс.Дзен. И это рекомендательный сервис, сложный. И надо сказать, это такая тоже новая тема для хайпа в медиа, потому что он дает много трафика. Я ненавижу слово трафик, потому что трафик, он не про живых людей. Чуть лучше слово аудитория, а читатели – это совсем приличное слово. Но тем не менее, он дает нам большие цифры разным изданиям. У некоторых изданий по 30-40% занимает сейчас читатель из Яндекс.Дзена. А Яндекс.Новости потихоньку умирают, потому что их зарегулировали законодательно. Например, с января, может быть все это знают, но я повторю просто на всякий случай, с января 2017 года незарегистрированные медиа, незарегистрированные в Роскомнадзоре СМИ были выкинуты из Яндекс.Новостей. Мы не зарегистрированы как СМИ, у нас нет лицензии СМИ, это осознанная позиция, мы не будем регистрироваться как СМИ, по крайней мере в текущих обстоятельствах. И это было лучшее, что случилось с нами, когда нас Яндекс.Новости выкинули из выдачи, потому что, хотя у нас никогда не было установки на то, чтобы подстраиваться под робота, под алгоритмы, то есть ключевые слова прописывать как-то, пытаться сломать алгоритм, все равно это иногда давило на редакцию. И после того, как мы стали ориентироваться исключительно на интерес наших считателей, то есть на соцсети на самом деле, на то, как выглядят наши материалы в анонсах в соцсетях, у нас пошел стабильный рост аудитории, которая возвращается, потому что аудитория из Яндекс.Новостей, из любых агрегаторов, она спорадическая. И поскольку отказаться от иглы очень сложно, когда вас с нее сняли, это очень, с одной стороны, это большой вызов, с другой стороны, большая польза для нашей редакции. Похожая история с Рамблером и его агрегатором, на котором сидели тоже много кто. По поводу роботов, во-первых, вообще, мне кажется, сейчас такой момент в мире, что нам кажется, что технологии что-то очень сильно поменяют в нашей жизни. Медиа это тоже касается, да, людям кажется, что сейчас VR перевернет медиа, не знаю, чат-боты, нейросети опять же, беспилотные автомобили каким-нибудь образом переменят медиа. На самом деле ничего не будет, потому что все работает более-менее по одним и тем же принципам. И, в принципе, принципы, которые 10 лет назад работали, они сейчас тоже работают. Конкретно по поводу роботов есть отличный текст на Quartz, журналистка Сара Кеслерова написала. Она просто решила, окей, все говорят, что алгоритмы заменят мою работу, и что через несколько лет мне будет просто нечем заниматься. Что это за алгоритмы? Кто эти люди? Кто это делает? И она просто начала исследовать вопрос, и она пришла к выводу, что это вообще не так, потому что за этими яркими словами типа нейросеть будет, не знаю, править стилистику текста или алгоритмы будет подбирать самые популярные темы для текстов, скрываются гораздо более простые вещи. Она пришла к нескольким компаниям, которые этим занимаются, и они все говорят одно и то же, что какая у вас самая скучная часть работы, которая вам не нравится делать, давайте мы просто ее автоматизируем, чтобы у вас было больше свободного времени на какие-то классные вещи. И алгоритмы там, не знаю, отвечают на пресс-релизы, ищут в Твиттере какие-нибудь там новости по теме, и там классно их фильтруют. Не знаю, я сам пользуюсь такой штукой. Название нашего подкаста и мое имя, если кто-то пишет в Твиттер про нас, то мне приходит письмо. И там, в общем, представляется такой большой довольно набор просто очень технических вещей, потому что нейросети могут делать на самом деле очень какие-то базовые штуки, которые механически можно выполнять. Как раз, собственно, даже людям не обязательно выполнять. Не знаю, они могут писать новости, но типа самые тупые новости, которые и люди пишут на автомате, просто собирая из готовых каких-то фраз. Ну вот, и никакого конца света вообще не будет. Это просто, наоборот, освободит больше времени, чтобы люди могли заниматься классной работой. Так что никаких вообще в этом плане апокалиптических прогнозов я бы не делал. Если говорить тоже про какие-то пинки под зад, которые получают медиа традиционные последние 10 лет, то, конечно, особенно западные издатели с конца обсуждают проблемы с Google News, с Facebook особенно, потому что все, во-первых, зависимы от Facebook и от переходов из Facebook. Во-вторых, технологические гиганты сильно сократили стоимость рекламы, традиционной рекламы. Ну, потому что стоимость генерации одной страницы в поисковике гораздо меньше, чем стоимость генерации одной страницы на контентном сайте, где нужно какое-то количество человек часов потратить, чтобы этот текст создать. Поэтому, ну, опять-таки, как устроена экономика медиа, простейшая рекламная модель двойной конверсии, у вас есть какое-то количество тысячи показов, и они по определенной цене продаются. И если эта цена раньше была, ну, нормальная цена в России, там, не знаю, 500 рублей за 1000 показов, то сейчас она съеживается до 200-300 рублей за 1000 показов в случае лидеров рынка, если вы, допустим, там, ну, если вы газеты «Ведомости», ну, «Ведомостей» побольше, но, в общем, все сильно сокращается. Просто доволен, что на YouTube, по-моему, то же самое происходит, хотя я не знаю. Вот. Я не зарабатываю. Ну, вот я сейчас говорю, мы на YouTube не зарабатываем, поэтому я просто не знаю, какие там цифры. То же самое. Там тоже все уменьшается чисто. Там же есть эти прероллы, реклама, которые во время ролика виши, они все дешевле становятся тоже. Ну, короче говоря, понятно, что чем больше аудитория, тем больше конкуренция за внимание, тем, в общем, меньше цена за отдельный, за отдельный вес этой штуки. Так вот, да, если говорить про сети, то есть там реклама в Яндексе, она дает 40 рублей за 1000 показов, и на это невозможно кормить редакцию. Если у вас сайт-гигант, запущенный, не знаю, там, в 99-м году или в 95-м году, если вы какой-то очень старый американский сайт, то вы можете, наверное, какое-то время еще существовать. Но именно поэтому медиа находится в экономическом кризисе и начинает выдумывать разные другие способы зарабатывать. И, как не смешно, все возвращаются постепенно к моделям 19-го века, то есть там подписки, на которые медиа жили до того, как Уильям Хёрст придумал, как раз массовую прессу, желтую прессу. Вот. И это очень… Они вообще работают, кстати? Подписка платная? Они работают для очень каких-то специальных питаний. Нет, я очень верю в подписку, я верю в платный контент, верю в подписку, я считаю, что это очень хорошо. То есть очень хорошо то, что случилось с медиа, то, что медиа перестали зарабатывать только на внимание читателей, потому что это повернуло медиа лицом к читателям. Потому что когда вы работаете… Ну, это вечная такая дискуссия внутри индустрии. На кого мы работаем? Мы работаем на рекламодателя или мы работаем на читателя? Ну, вроде бы мы работаем на читателя, и вроде бы рекламодатели заинтересованы в том, чтобы читатели, которые нам доверяют, видели нашу рекламу. Но на поверку, особенно в реалиях российских регионов, оказывается все не так. То есть российские региональные медиа страшно за мусорены платными рекламными материалами, не отмеченными никак джинсой, как это называется. Это подрывает основу доверия, и, в общем-то, репутация пресса в России, например, очень низкая из-за этого сейчас. При этом, когда вы поворачиваетесь лицом к читателям, начинаете работать на читателя напрямую так, воспринимая читателя, что они как бы ваши клиенты, вы должны на них смотреть как на людей, которые вам платят за какую-то ценность, за продукт. Это очень сильно повышает планку вашей ответственности по поводу того, что вы делаете. И как бы вы не получаете деньги опосредованно от кого-то, кто заинтересован в том, что вы пишете. Вы получаете деньги непосредственно от людей, которые заинтересованы в том, что вы пишете. Мне кажется, тут стоит перейти к нашей любимой теме. Да, да. У нас разные мнения. Мы зарабатываем на теме, я могу про нее рассказать, но, может быть, не знаю, какая-то частная вещь. Во-первых, что такое работает? В смысле, приносит ли она деньги в медиа? Да, приносит. Оно. Примерно так, да. В случае с бумагой, медузой, классно все работает. У меня есть лично некий скепсис по этому поводу, потому что это все равно все еще реклама, мне кажется, и это как бы проблема, потому что довольно тупо в 2017 году, когда вроде как все меняется, какие-то новые процессы запускаются, все еще зарабатывает на рекламе. При этом никакого, так сказать, ничего плохого не пытаюсь сказать. Не про вас, не про медузу. Ну вот. И у нее все-таки есть проблема, мне кажется, нативной рекламы с доверием, потому что даже когда она максимально прозрачная, все-таки ее цель как бы прорекламировать что-то и сделать вид, что это просто текст или просто тест и так далее. Ну то есть даже… Нет. Нет. Окей. Я просто… О чем-то будем спорить. Нет, нет. Просто это как бы очень больная тема для нас, и мы рубимся за это года два. Да. На любой конференции, где заходит разговор о нативной рекламе, обязательно кто-то говорит, ну это же то же самое, что джинса, ну только как бы красиво названное. Ну то есть у вас было раньше написано, не знаю, там оплачено, а так написано партнерский материал. Ну во-первых, это принципиальная вещь, написано или не написано, потому что, ну это супер принципиальная вещь, потому что когда написано, вы разговариваете с читателем на основе как бы некого взаимодоверия. То есть читатель знает, что это оплаченное, соответственно делает на это некоторую поправку, но если это сделано по определенным стандартным принципам, то это в общем неплохо, потому что, ну например, мы все-таки стараемся, не всегда у нас получается, но мы стараемся идти в сторону спонсорского контента, потому что вообще нативная реклама опять-таки называют все на свете сейчас. Называют то, что на западе называется адверториалами, то есть материалы, продвигающие продукты напрямую. Ну просто статья там, не знаю, о бадах, о гомеопатии, вот как бы тоже можно назвать нативной рекламой, если захотеть. Или там спонсорский контент, когда, который там самые прекрасные примеры, какой-нибудь New York Times, огромный редакционный интерактивный материал про балерин, проспонсированный брендом спортивной обуви, ну там для танцев, например, да, каким-то, или сетью магазинов, который не имеет ничего общего с продуктом, который продают, собственно, эти люди, но это прекрасная история. Вот, короче говоря, я считаю, что нативной рекламой, мы на этом стоим, она должна кричать из каждого угла о том, что она оплачена. Но она должна быть выполнена по тем же редакционным стандартам, по тем же принципам, что и редакционный контент. Окей, сейчас попробую ответить. Еще моя личная, это моя личная проблема. Не думайте, что это какая-то системная проблема. Как Кирилл уже сказал, в некоторых, скажем, региональных медиа иногда печатают просто джинсу, не помещая ее как бы как нативную рекламу, спецпроекты и так далее. И это немного подрывает, в принципе, доверие ко всей этой системе. И, скажем, на Ютубе тоже самое происходит. Тоже есть как бы свой тип нативной рекламы, потому что русские там какие-нибудь блогеры делают тоже как бы рекламные видео, помещенные. Интеграция. Да, там разные схемы на сале есть. Иногда ты просто говоришь там в начале и в конце, иногда у тебя внутри видео что-нибудь есть, иногда ты в конце говоришь, а я это видео сделал на Samsung, Galaxy, что-то такое. Вот. И сейчас на Ютубе появилась такая штука, я не знаю, я еще не видел по-русски, но по-английски точно есть, когда прямо просто внизу экрана их собственная плашка, они заставляют это сделать, там написано, что это видео проплачено. Ну вот. В чем моя проблема? В том, что, к сожалению, в России вся эта система настолько не классно устроена и за последние условно десять лет рекламодатели настолько привыкли к тому, что они, в принципе, могут тебя использовать как хотят направо и налево, и ты как бы их просто раб. и столько всяких неклассных прецедентов было там, неклассных материалов, опять же, выходит джинца просто, что как бы доверие ко всей этой штуке настолько подорвано, что чтобы в ней участвовать, мне кажется, нужно просто предельно чисто это делать, предельно внятно говорить, что ты это делаешь. И я лично для себя, кстати, эту проблему вообще пока не решил, поэтому у меня нет денег. Вот. Потому что как с этим связаться и типа не замораться, условно говоря, я лично пока не понимаю. Но, возможно, вы видите это. Да, вот вопрос есть, да, сзади сначала. Подожди. Да, нет, есть? Давайте. 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 Спасибо. 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 Да, это хорошая позиция. Нет? Да? А, конкретные в смысле? Ну, блин. Мы с Кириллом знаем, но мы не очень хотели об этом говорить. Ну, я могу сказать, во-первых, немножко продолжая вашу реплику, но я в связи с вашим вопросом тоже. На самом деле, и касаясь вашего вопроса тоже, работает ли она для изданий. Да, она работает, потому что она повышает маржинальность конкретного проекта. Ну, то есть вы берете деньги на производство, на самом деле. За счет чего очень сильно вырос в свое время Hosing Look at Media, где Гриша работал. Поэтому, собственно, все издания вцепились в это, потому что, при том, что она маржинальна, эта реклама позволяет еще вдобавок производить на потоке материала, потому что, когда вы делаете спецпроект, то, что называется в рекламе спецпроектом, вы всегда изобретаете некий космический корабль специально под бренд. Может стоить очень много денег, но это в то же время есть безумное количество времени. Если вы больше какого-то размера… То есть вот мы начинали бумагу с команды из пяти человек. И мы первые деньги зарабатывали именно на разовых спецпроектах, которые мы делали, не знаю, месяц. И нам этого хватало, чтобы заплатить зарплаты. Потом, когда нас стало больше, мы не смогли платить зарплаты, мы стали диверсифицироваться. А сейчас, когда нас уже много, мы вынуждены делать много. У нас много контрактов, мы должны их отрабатывать. Так вот, нативная реклама подразумевает большое количество стандартов и правил, которые часто не подходят рекламодателям. И у нас довольно много отказов, когда мы говорим про правила, которые не устраивают многих. То есть это касается маркировки, прямой рекламы продукта. Мы, например, стараемся не делать прямую рекламу продукта. Потому что… Я поясню, бывают безвыходные ситуации, когда контракт подписан, особенно коммуникация идет не напрямую с клиентом, а через агентство. Агентство уже все клиенту рассказало. И в этот момент вставать на супер принципиальную позицию невозможно. Просто так не работает это. Поэтому вы делаете нечто гибридное, предупреждая 25 раз клиенту, что это не будет работать, что это не прочтут. Потому что на самом деле все эти стандарты, они влияют только на одно. На то, чтобы люди читали эту рекламу. Вот в этом году мы сделали несколько историй, которые представляют собой хиты относительно редакционного контента даже. При этом они партнерские материалы и ничего плохого у них нет. Так вот, если говорить про Джин Суну, есть всякие выпьющие примеры, много раз осмеянные. Например, в «Комсомольской правде» была прекрасная история про насивную рекламу Северной Кореи, где был в конце подписан партнерский материал, известный кейс. Но на самом деле гораздо страшнее то, что очень много контента в региональных изданиях, практически плейный контент в региональных изданиях не помечено. И это повсюду. У нас есть конкретно примеры. Мне кажется, я бы не хотел наговорить, чтобы не превращать все это в медиа-ругань. Правильно. Все, что люди вынесли сегодня, это X опубликовали Джин Суну. Мне кажется, вы сейчас спрашиваете, что мы думаем в принципе о явлении медиа-страча. Такое есть явление. Я думаю о явлении медиа-страча, что оно непродуктивное. Потому что медиа-страч, когда он происходит между коллегами, которые готовы друг другу слушать и корректировать свое поведение, он уместен. Когда это просто ругань на публику или там в фейсбуке или где-то еще, после которой все друг друга просто тихо ненавидят еще больше, это довольно… И к тому же я всегда пытаюсь представить, вот допустим ругается какой-нибудь директор одного холдинга или главный редактор другого большого СМИ. Я пытаюсь представить, можно ли такую диалог увидеть, например, между банкирами, например. То есть для друг друга все реально… Они просто не на фейсбуке это делают, а… Да, я знаю. Ну и вы с нами нет сегодня. Слушайте, собственно, причина в том, что он об этом писал, и красительщик об этом писал, вы можете об этом почитать в принципе у них на фейсбуке, например. Ну то есть… Слушайте, на самом деле у нас просто с Кириллом есть как бы главная идея, как вообще сейчас делать медиа. И почему это классно, почему вам всем его надо делать? Я бы к ней перешел, что… Мы когда обсуждали, что обсуждать, мы оба сошлись на том, что вот это нас больше всего волнует и это самое клевое. Я попробую сейчас подвести какое-то резюме, что происходит вообще в 2017 году. Мне кажется, что лет 10 назад там в эпоху расцвета золотого времени там в журналах фиши, условно говоря, в очень многих изданий были сообщества, вокруг них как бы были комьюнити, и люди вообще свою идентичность через них многие понимали, даже не знаю, в какой-нибудь ценоба были люди, которые там через него себя как-то определяли. И это был прям суперважный ресурс, который, мне кажется, многие недооценивали. Но потом деньги кончились по разным причинам, в том числе политическим. И резко нужно было начать гораздо серьезнее зарабатывать, и все обратились очень сильно к рекламе. И у меня сложилось такое впечатление, что последние лет 5, условно говоря, очень многие российские медиа повернуты на трафике, о котором Кирилл уже говорил, на цифрах, потому что цифры – это то, что проще всего продавать, то, что проще всего рекламодателям показывать, то, что они в принципе понимают, потому что ты говоришь, ну, смотрите, вот у нас ваш материал, там, я не знаю, материал прочитал 40 тысяч человек, там ваш баннер висел. И мне кажется, тебе тоже, кажется, что это ужасно ошибочная ситуация. Да, и в результате, собственно, этого… Да, я не поговорил, в результате этого, в результате того, что они стали повернуты на рекламе, стали к ней обращаться так много и волноваться больше о цифрах. Понятно, что популярными становятся материалы, как бы обычные какие-то, жареные, где, не знаю, какие-нибудь заголовки, на которые легко кликнуть и так далее. В общем, из-за этого, мне кажется, издания немножко растеряли свои комьюнити. Люди перестали себя с ними ассоциировать, они стали слишком безлики. Не всех касается, но я вот видел такой процесс. И нам кажется, что, собственно, сообщество, аудитория – это самое крутое и самое ценное, что может быть в медиа в 2017 году, что их надо заново строить и что, в принципе, кто угодно может этим заниматься. Угу. Ну, еще есть две вещи. Во-первых, знаете, это довольно, опять-таки, расхожая известная история. Я сейчас просто повторю, как бы то, что много раз многие коллеги говорили. Но какие-то великие издания строятся на легенде. Ну, и не только великие, просто какие-то сильные издания, запомнившись людям в разные периоды, пусть даже несколько лет, строятся на легенде о каком-то новом читателе. Ну, то есть есть там три красивых истории успеха, которые всегда вспоминают, там, Коммерсант, Афиша, Look at Media в том числе, которые запускались, предугадывая большой длинный тренд. Ну, то есть Коммерсант запускался в 89-м году как издание о новом русском бизнесе, когда нового русского бизнеса еще не было. Я очень люблю иногда читать архив, но Коммерсант выложен архив в 90-х годах, в том числе номеров, и там есть прекрасные заметки за дело преступности. И там Коммерсантовским языком, Коммерсант изобрел язык, Коммерсант изобрел стилистику новую в самых разных отношениях. Коммерсовским языком написаны заметки про то, что господин Косой приехал на деловой разговор с господином Рыжим, и совершилась перестрелка, в которой господин Косой был ранен, госпитализирован, и, в общем, корреспондент Коммерсанта передает ее с больничной палаты. Ну, такие времена были, как бы они это время описывали подходящим языком, при этом достаточно иронично и живо, благодаря контрасту, на самом деле. С афишей то же самое было по поводу культурной жизни в Москве и в Петербурге, потом с Look at Me также было по поводу какой-то модной молодежи. И, в общем, они стали писать про хипстеров, пока этого числа выйдет не было, пока его соприкан не придумал. Я бы даже не сказал, что они прямо на 100% предугадывали, мне кажется, что здесь какой-то момент формирования тоже. То есть в 17 лет меня сформировала афиша, да. То есть они как бы описывают некого читателя, описывают некоторые ценности. И вот это вторая вещь, которая очень кажется важной, что медиа, у которых есть шанс выжить, пережить, в общем, этот кризис, пережить этот довольно жесткий дровянистский процесс сейчас происходящий, это издания, которые транслируют какие-то очень четкие и понятные ценности, с которыми люди могут себя ассоциировать. И, в принципе, вот если говорить про нативную рекламу, хорошая нативная реклама строится на ситуации, когда бренд, который хочет подрекламироваться, тоже имеет некие ценности, которые пересекаются с ценностями издания, которые рассказывают об этом бренде или с темами этого издания. Что такое ценности? Ну, не знаю. Издание бумага верит в то, что Петербург – лучший город на земле. Это вот наша ценность. Мы верим, что люди, которые здесь живут, это очень интересные люди, причем нас интересуют не селибриси, а нас интересуют обычные люди. Поэтому мы пишем там про кондуктора Виктора Петровича. Это, кстати, наша большая гордость, что мы его нашли и, в общем, ему жизнь как-то устроилась во многом благодаря медийному освещению. Мы верим в то, что образование – это очень важно, и любопытство к миру вокруг очень важно, это просвещение в широком смысле. Мы стараемся транслировать через наши продукты, через газету, через мероприятия, через соцсети, через шутки, через общение с людьми напрямую. Вот и у каждого издания, которое как-то придумывается, в принципе формируются эти ценности. Они часто связаны с ценностями людей, которые его делают, часто связаны с ценностями аудитории, которые как-то влияют на формирование этого контента. Из этого строится бренд. И с этим брендом уже можно ассоциировать себя, и можно с этим брендом разговаривать. И в том числе этому бренду люди могут платить за что-то, если есть какая-то дополнительная польза и так далее. Ну да, я как раз хотел сказать, что именно слово бренд, и в принципе все этим занимаются, потому что мы сейчас живем в мире как бы репрезентации так или иначе, и когда вы лично ведете, не знаю, свой Инстаграм или страницу на Фейзбуке… Помните, я вначале сказал, что все это медиа? Вы так или иначе создаете свой некий образ, какую-то репрезентацию себя в интернете, условно говоря. И как бы от мала до велика все этим занимаются. И почему люди вообще, например, смотрят каких-нибудь блогеров на Ютюбе или слушают подкасты? Потому что им нравится вот ассоциировать себя вот с этим конкретным человеком. И в отличие от медиа как бы таких традиционных, у которых не у всех это получается, у них всегда есть очень четкое понятное лицо. И ты как бы с этим лицом как-то контактируешь. Если человек не дурак, то он сам с тобой контактирует еще тоже. И это, не знаю, суперважная и супермощная штука, на которой, возможно, можно заработать. Да, ну как бы еще… Это очень сложно. Я сейчас подумал, я несколько раз говорил там про… тут медиа зарабатывают, что люди могут платить и прочее. И тут важен комментарий, что в принципе… Я про это все время говорю, потому что я этим занимаюсь постоянно. То есть я сейчас больше на самом деле занимаюсь редакционной работой, издательской работой. И поэтому меня это больше всего заботят. Но в принципе медиа как бизнес – это не очень выгодное дело. Это во многом лайфстайл. Ну просто потому, что это интересно. Потому что это позволяет общаться с большим количеством людей. Это в принципе на разных уровнях работы. Это очень многие люди идут журналистами работать и становятся журналистами, хотя это чисто журфаки, потому что очень любопытно. Ну потому что вы можете, работая репортером, прожить жизни разных людей. Потому что вы общаетесь с большим количеством людей – это правда занятно. Потому что у вас есть возможность удовлетворять свое любопытство ежедневно, при этом оставаясь достаточно поверхностным человеком, не вникая ни во что глубоко. Ну такова суть профессии. На уровне издания точно так же это работает, потому что вы видите, что как-то это влияет на то, что вы делаете, то, что вы пишете как-то влияет на отдельных людей, и это порой достаточно занятно и радостно видеть. Вот. Но часто говорят про то, что в журналистике, ну как в медиабизнесе есть какая-то особость. Ну вот, не знаю, этическая сторона вопроса. Да, она важная. Но если задуматься, то в любом бизнесе есть этическая сторона вопроса. Ну то есть бизнес может быть очень неэтичным и очень успешным, но как-то если мы говорим про некую экологичность в отношениях, то странно людям продавать плохое. Если мы пишем плохие тексты, плохие материалы, нечестные, обманываем и так далее, это в общем такая же история про производство плохого продукта. Поэтому я чем больше как-то думаю об этом, тем больше прихожу к мнению, что никакой особости журналистов нет и это выдумано журналистами. Я сказал, что все об этом забыли, что аудитория – это главное и контакт с ней – это главное. На самом деле вот сейчас Кирилл опять же меня спросил перед тем, кто начал разговаривать, что он ничего в подкастах не понимает и типа что это. И, собственно, сейчас очень многие стали подкасты делать вот прямо вот только что, потому что Медуза стала это делать и все такие – о, классная тема, мы уже два года делаем. Ну вот, и Кинопоиск у них свой подкаст появился, у BookMate появился подкаст, Полка точно будет делать свой подкаст. Я, наверное, еще что-то забыл. В общем, их стал… А, разомас, запустили свое радио целое. Батенька дает транспорвер, делая свое радио. И подкаст – это очень классная штука, потому что он как раз как бы безликому вроде бы сайту, если у тебя сайт, скажем, дает какое-то лицо как бы, потому что ты, ну, в данном случае голос. Потому что ты начинаешь слышать каких-то людей конкретных и ассоциировать себя с этими людьми. Ты представляешь, что «Медуза» – это не просто некая абстрактная «Медуза», а что это реально вот эти вот люди, которые разговаривают об этих вещах. И это очень, мне кажется, мощный эффект какого-то, не знаю, ассоциирования себя с ними. Вот. Вот поэтому сейчас все этим стали заниматься. И потому что это проще производство, чем видео, но при этом эффект… Вообще, мне кажется, подкаст даже более интимная штука, чем видео, потому что голос тебе прямо в уши идет. Да, люди его слушают. Вот, друзья, кто слушает подкасты из вас? Ничего себе. Спасибо, это хорошая информация для меня. Видишь, я не полный неудачник. Может, кто-то из них слушает наш. Ну, вот, да. Наверное, все Гришу слушают просто. Творческая встреча. Что ты… А, ну, в общем, да. Это, Яна, сейчас все нащупали. Еще, кстати, я хотел про локальные медиа сказать. Типа сайты мастера Сибири. Мне просто кажется, что сейчас на самом деле выигрывают во многом медиа, у которых у аудитории есть более-менее четкая аудентичность. Идентичность, извините. Мне, например, очень нравится сайт в Anderzine и что они делают. Потому что, ну, у них очень понятно более-менее, кто их читает, да, что это за люди. Не буду говорить, какие сайты мне не нравятся, но мне не нравятся сайты, которые непонятно для кого. Ну, вот. И мне кажется, что они просто лучше работают. В принципе, они даже вроде как бы даже лучше зарабатывают по разным причинам. Сто процентов так. Ну, вот. И мне кажется, что в данном случае локальные всякие медиа – это классная штука, потому что у них тоже более-менее все понятно с идентичностью. Мне, например, очень нравится казанский сайт Inde, он произносится, где пишут про все подряд, не знаю, про там стрит-арт из Казани или там татарских музыкантов. И, ну, не знаю, или минский сайт «Как тут жить», например, очень клевый, по-моему. Потому что ты открываешь, ты очень четко понимаешь, типа, что за люди должны читать. Потому что как бы идентичность на основе, типа, города какого-то, по которому, в общем, да, не знаю, московские медиа не пишут. Очень-очень понятно, очень клево. Да, и вообще это моя больная тема, потому что я в свое время понял, что мне очень не нравится город Москва и решил, что я никогда там не буду… Ну, как решил? В общем, я решил, что я не хочу там жить и работать. И во многом это было связано с тем, что, когда мы говорим федеральные медиа, мы часто подразумеваем, на самом деле, московские медиа, которые пишут и рассказывают про Москву. И понятно, ну, совершенно все понятно, да. То есть это ясно, что вот «Медуза» – федеральный сайт, вещающий из Риги, но у них 50% аудитории – это москвичи, и поэтому они пишут, например, новость, которую они бы не написали ни про какой-то другой город, там про ураган какой-нибудь в Москве. Ну, это новость про погоду. Для локальных медиа новость про погоду – это новость, особенно в Петербурге. В принципе, новости про погоду, даже Яндекс просит исключать из выдачи для Яндекс.Новостей, это у них обязательное требование. Но вы даже не представляете, какое количество читателей каждый день читают у нас новости про погоду. Любые, абсолютно. И чем хуже погода, тем больше читателей. Потому что это одна из основ петербургской идентичности – ненависть к погоде и нытью о погоде постоянная. Я приехал, у вас тут просто чудовищно, ребят. Мне весь день реально снег хлещет в лицо. Да. Даже в помещении. Спасибо. И в Москве тоже хорошо. Я думал, нужно ругать погоду. Все нормально. При этом мне очень радостно видеть, что в регионах не то, что стали появляться, уже появились довольно давно, это уже далеко не тренд. То есть все уже случилось в 2014 году. В 2013, 2012 стали появляться издания, которые как раз пытаются изучать идентичность местную. И если они выживают, а выживать очень сложно, потому что мы тут сейчас говорим о каких-то довольно красивых вещах, про ценности, про понимать про кого ты. Но на самом деле в операционной деятельности очень много проблем ежедневных. Ну то есть сложно зарабатывать, потому что пока у тебя маленькая аудитория, тебе нужно очень убедительно объяснять, почему твоя аудитория самая особенная рекламодателям. Потому что сложно команду удержать. Потому что в медиа, в принципе, экономика медиа сегодня устроена так, что ты не можешь платить людям конкурентные деньги. Если, допустим, еще разработчик есть, то это большая проблема. Убедись разработчика работать у себя. Пусть даже ты ему платишь столько же денег, сколько, допустим, могут платить Яндекс, а не где-то еще. Нужно большая удача найти такого человека и так далее. То есть масса проблем мелких, которые не способствуют тому, что медиа выживает, но поскольку это постоянно, они как грибы, умирают, вырастают, умирают, вырастают. Это, в общем, довольно полезно для всех. Раз мы про аудиторию заговорили, я сейчас скажу, наверное, важную для меня штуку. Даже две цитаты скажу. В общем, вопрос о том, типа, работать на рекламодателей, на цифры или на людей. Мне кажется, когда ты начинаешь работать на рекламодателей, на цифры, ты очень быстро, собственно, теряешь, зачем ты это делаешь, как ты это делаешь. Все становится очень механическим. Окей, три цитата скажу. И я недавно читал какой-то материал BuzzFeed про YouTube. Меня продлила там одна цитата абсолютно. Какой-то человек, я даже не помню его имени, у него спросили, типа, что-то про отношения с аудиторией. И он так сказал. Он говорит, ну, вообще, если говорить об отношениях, то с самого начала нашей работы на YouTube, у нас были отношения с алгоритмом. Именно алгоритм нас сделал популярным, и с помощью него мы всего добивались, и мы ему благодарны. И мы просто очень быстро научились, как кормить алгоритм. И мы делали все, чтобы удовлетворить алгоритм. Мне показалось, что это абсолютно антиутопичная цитата. Человек просто поклоняется как в машине. Вот. А другие две цитаты. Есть такой очень классный ютубер, который зовут Майкро Гнетт. Он сделал мой любимый канал PBS ID Channel, который закрылся недавно, а он продолжил какими-то другими вещами заниматься. Он закрылся не потому, что у него все было плохо, а потому что они просто поняли… 5 лет его делали, они поняли, что продвигаться дальше. И он очень классно говорит, что какую бы работу ты ни делал, нужно просто начинать с эмпатии и думать о том, типа, для кого ты это делаешь. Если будешь думать о конечном человеке, для кого ты это делаешь, то все станет супер просто и понятно. А вторая цитата… Есть такой… Уже третья. Писатель Джон Грин. Он написал «Бумажные города». Сейчас у него книжка вышла. Еще третью книжку я забыл. Короче, такой типа Young Adult пишет. И он в 2007 году со своим братом… Они сделали ютуб-канал со своим братом Хэнком. И это была как бы зара ютуба, еще всякая дичь натворилась. И они просто выкладывали, типа, какие-то видео-влоги, где они просто рассказывают там про себя, про свою жизнь. И очень быстро вокруг этого канала разрослась огромная сеть. Мне прям пройти бизнес практически, там фестиваль устроили, куча других людей помогают делать ютуб и так далее. Ну и прям такие стали важные, классные чуваки там. И Джон Грин очень классная вещь говорит, что… Он говорит и про видео, но, в принципе, это касается абсолютно чего угодно, что, типа, когда начинаешь делать видео, начинаешь делать ютуб-канал, нужно думать не о цифрах, не о количестве просмотров, а об отношениях с аудиторией, тогда у тебя все будет классно. Вот. Мне кажется, медиа так надо делать. Ну, еще есть тут тоже пару соображений. Сперва расскажу, правда, тут парадокс про цифры и про реальные отношения людей к тому, что вы делаете, про ловушку психологическую, к которой можно попасть в эту ситуацию. У нас каждый год проходит исследование аудитории, мы его делаем, чтобы понимать, что случилось за год с точки зрения наших читателей с нами и как нам можно улучшить себя. Вот. Оно проходит три этапа. Мы сперва делаем анкетирование на сайте, ну, Google анкета, поставленная специально с теми вопросами, которые нас интересуют. Потом фокус-группы и глубинное интервью с разными срезами аудитории по разным вопросам. И в прошлом году у нас была очень важная для нас фокус-группа с людьми, которые отметили в оценке бумаги, что бумага уступает по качеству многим СМИ, но все равно ничего. Типа, молодцы, старайтесь. Вот. И мы собрали таких людей спросить их, в чем их претензия к нам. И мы обнаружили удивительную вещь, что это одни из самых, на самом деле, неравнодушных и заинтересованных людей в том, что мы делаем. Они очень хорошо знают наш контент и они все время бесятся из-за того, что мы где-то не дотягиваем по качеству. И несколько человек ткнули нам пальцем в какую-то новость, как раз вот к слову, про вот проблемы с Яндекс.Новостями, которые часто выносят наверх. Ну, Яндекс.Новости работают по принципу частотности публикации. Соответственно, чем больше новостей друг с другом разные издания переписали, тем выше этот сюжет в выдаче Яндекс.Новостей. И часто, естественно, в региональной повестке лидируют криминал, потому что в Петербурге мало что происходит. Если вы читали писателя Дмитрия Горчева, у него есть прекрасный пассаж про петербургское телевидение, где ты включаешь, а там история про то, что поженились два бомжа, один бомж – мужчина, другой бомж – женщина, а следующий сюжет о том, что боссман поет с ложечки попугая водкой и попугай может спиться. Ну, примерно так и выглядит петербургская повестка петербургских изданий, в том числе часто мы там про тюлени пишем и так далее. Вот. Соответственно, новостей мало, и поэтому очень много новостей про криминальную бытовуху. Но это не только петербургская проблема, которая совершенно ничего не значит. Ну, то есть, бывает новости про криминал, за которыми стоят какие-то общественные явления, они важны. Сайт Медиазона строится на таких новостях. А бывают новости про то, что мужчина 42-х лет зарезал женщину 41-го года в процессе распития напитков разных. Короче говоря, люди нам тыкают пальцем в новость, суть которой в том, что кажется, какой-то пожилой мужчина падал в лифте пять этажей, застрял на уровне пятого и выжил. Они говорят, вот зачем нам читать это говно, извините. Мы говорим, а реально, зачем вам читать это говно? В общем, мы отмечаем это у себя в результатах исследования. Я прихожу к редакции с этим, потому что у нас есть специальный сотрудник, который занимается исследованиями, и, в общем, она делает отчеты и так далее. Я говорю, ребята, смотрите, зачем нам делать это говно? Они говорят, о, смотрите какие у нас цифры. Ну, там действительно какие-то весомые цифры были, потому что Яндекс.Новости. И мы понимаем, что из этих цифр как бы три тысячи человек условно и случайно, ну, условно, если, допустим, четыре тысячи человек было, три тысячи человек случайно из Яндекс.Новостей, которых нам ни жарко, ни холодно, они даже не запомнили, где они были, где они эту новость прочли. А тысячи человек – это люди, которые нас читают постоянно, они зашли, и они в бешенстве, потому что мы написали какой-то бред. Вот. И это очень важная штука, потому что цифры, они ничего не значат, потому что за цифрами стоит реальное впечатление. Про случайных людей – это прям очень важный пойнт. Это, возможно, ключевой аргумент вообще против как бы голого трафика, потому что, ну, круглый раз сделал ты, не знаю, видео на 2 миллиона просмотров на YouTube, ну, как бы, набежали там люди, не знаю, у тебя была какая-нибудь безумная там картинка, заголовок и все такое. Из этих 2 миллионов людей, в принципе, ну, никто не останется, потому что им просто плевать на тебя, ты для них абсолютно случайный как бы чувак. Известна же даже статистика есть, что, по-моему, в этом году проводилось исследование, что когда люди переходят, ну, через Facebook, скажем, на новость, они запомнят, что на Facebook была новость, но они не запомнят, что за издание ее опубликовало. Реально так. В Америке во всех случаях, где проводят такие исследования. Ну вот, и это супер важно, потому что у тебя нет отношения с этими людьми и на тебя плевать, и как бы нужно ли тебе вообще на них работать в таком случае. Ну, а второе, моя мысль была в том, что, опять-таки, мы тут, конечно, довольно категорично рассуждаем вот об этих вещах, но на самом деле, если говорить просто про деньги и просто про цифры, то многие издатели уже завкрывшихся проектов неплохо заработали на кликбейте. Ну, кликбейт, вы все знаете, да, что такое кликбейт, наверное, раз вам интересна эта тема. Ну, там всякие заголовки на YouTube стиле «Вы не поверите, что эта собака сделала, когда хозяин вернулся». Она, представьте себе, радовалась. Она заговорила. Да, и вы переходите на этот сайт, и там отматывается какое-то количество рекламы за, не знаю, 20 копеек или за 5 копеек. И поскольку таких людей очень много, то, ну, в общем, какие-то деньги зарабатываются. То есть, опять-таки, как к этому относиться? Почему я говорю, что медиа – это во многом lifestyle? Потому что, ну, есть все-таки некий идеализм в людях, которые этим занимаются. А если бы все пересчитывается только на деньги, то как бы стоят вопросы, ну, стоят разные этические вопросы. Ну, то есть, почему нельзя джинсу, да? Ну, в общем, это бесконечный разговор такой. Вопросы какие-то есть, друзья? Я про деньги скажу напоследок, может быть. Да, да, два вопроса. Да, да, два вопроса. Ну, опять-таки, ну, если честно про нас говорить, то у нас… Ну, тут как? Понятно, что медиа диверсифицируется, пытаясь зарабатывать хоть как-то на жизнь, да, или там увеличивать прибыль, если она недостаточно. Супер качественная газета «Ведомость», которая сейчас сильно перестраивается, сильно меняется, давно-давно организует конференция. Многие издания занимаются… То есть, вообще, если посмотреть, разбираться как бы в бизнесе досконально, там, смотреть, кто на чем зарабатывает, то, например, существенная часть дохода газет «Коммерсант» заключается в возобновляемом контракте на публикацию банкротств. Банкротств – это госконтракт. А, например, существенный доход холдинга РБК заключается в том, что они предоставляют услуги хостинга. Это несопоставимые деньги с тем, что они зарабатывают на медийной рекламе. То есть, бывает так исторически сложилось, что медиа на чем-то зарабатывают, потому что это так вот устроена была их частная история. А что же, если говорить про деятельность агентств? Ну, как бы, смотрите, вот была афиша, там есть афиша, как называется? Бюро афиши вроде бы или нет? В общем… Я даже там не был. Просто Гриш работал афиша. Там все сбежались. Я забыл, как ими называются. Бюро афиши, которое, в общем, агентство внутри холдинга, которое стало делать когда-то пикник афиши. Когда пикник афиши… пикник афиши вообще-то был придуман, чтобы продать номер, чтобы продвинуть номер афиши. И там ты покупал, кажется, номер афиши в тысяче втором году. Я не знаю, это очень маленький был, но мне рассказывали. И у тебя там был билет или вход бесплатный, не помню. Но у этого есть предел, потому что мы прошли этап, который я вспоминаю с ужасом, когда мы зарабатывали на всем, что не стыдно, лишь бы выжить. Ну то есть мы не занимались джинсой, не занимались никакой ерундой, неэтичной, но мы делали конференцию по транспорту. У нас был мегапроект. Мы делали теннисную книгу про историю петербургского тенниса на 400 страниц. Там было 100 главок. Мы это делали от начала до конца в течение полутора лет. Сделали. До сих пор эта книга везде на всех турнирах стоит и все ей хвастаются. Но это был ужасный период моей жизни. Просто невыносимо. Я до сих пор травмирован. В общем, в 2015 году мы отказались от этого. Мы просто решили, собрались летом 2015 года. Было сложно, как обычно. И мы такие, нет, мы не будем больше заниматься всякой ерундой. Мы будем заниматься нашими продуктами. Сайенс флэмом, мероприятием открытый университет вторым и рекламой в газете. Вот три вещи, которые мы делаем. Иногда, если там что-то специфичное, типа какого-то консалтинга, мы тоже им решили заниматься. Из этого выросли наши исследования. Вот, все. И после этого у нас дела очень наладились. Поэтому у этого есть предел. Это bootstrap называется. Ну, если говорить про стартапы, то это bootstrap. То есть период, когда вы делаете что-то, что вы умеете, чтобы заработать. Я, собственно, тоже хотел про деньги сказать. Я поскольку за DIY отвечаю сегодня. Я сразу скажу, что я сам ничего из этого не сделал, потому что… Вот, наверное, в следующем году начнем, потому что деньги кончились, надо есть. Ну, в общем, мы вот просто сейчас все говорили. Это про аудиторию, отношения с аудиторией. Это все классно, но типа зарабатывать как, да? И деньги, ну, вообще, это как бы, как я сказал, мне кажется, вообще проблема, с которой все началось, когда они кончились и пришлось обращаться ко всяким не очень классным способом. Мне кажется, что как бы в долгой перспективе с аудиторией, которая тебе как бы лояльна и она тебя знает, она понимает, что ты делаешь, что такое, которая тебя ценит, как бы лучше можно зарабатывать. Во-первых, если ты делаешь вещи типа там, не знаю, нативной рекламы или просто рекламой интеграции, и это не случайные люди тебя там смотрят или считают, которым на тебя не плевать, они гораздо более, ну, лояльно будут к этому относиться. Типа читатели Медузы спокойно сформают нативную рекламу. Многие, потому что это Медуза, и они как бы знают, что это классные ребята. Во-вторых, не знаю, вот вещь, которую на Западе много делают, у нас я пока не видел, потому что у нас, в принципе, опять же, со всякими блогерами и подкастами отношения у рекламодателей пока гораздо более невриятные. Но вот спонсорство – очень классная тема. Все подкасты это сделают. Если вы слушаете подкасты, наверняка слышали, как начали рекламируют матрасы или бритвы, и это никак не влияет на содержание. Просто люди начали говорят, типа, этот выпуск проспосирован матрасами такими-то. Может, еще в середине там перебивочка. А вот смотри, вот есть совершенно чудовищная реклама о прекрасном шоу Юрия Дудя, где он дико орет, глядя в камеру, глаза таращит. Но мне кажется, что в этом есть своя прелесть, потому что это реклама, которая просто антидудь. То есть он же в жизни очень спокойный и сдержанный человек. А тут он какой-то монстр. Сразу видно, что это реклама, это нечто. Знаете, как красная рамка вокруг. Это как раз нормальная штука, потому что она никак не влияет на то, что он делает. Это прямо самое важное. Опять же, если у тебя лояльная аудитория, они будут спокойнее к этому относиться. Можно настроить подписку. Уже есть русские патреоны, которые все заводят. И опять же, если у тебя миллион случайных людей к тебе пришли, они не будут тебе платить за подписку, потому что им плевать на тебя кто-то такой. Если 10 тысяч человек вам не плевать, они дадут тебе по, не знаю, доллару. И ты заработаешь 10 тысяч долларов. И самая классная тема, на самом деле, это если еще чем-то занимаешься. Предположим, ты комиксы рисуешь, я не знаю, или… Привет. Или книжки пишешь. Не знаю, может быть, у тебя пекарня. Если ты делаешь классную, опять же, какую-то штуку, не знаю, блог, неважно, и устанавливаешь связь с аудиторией, то тебе вот эту вот штуку легче продавать. Люди, опять же, охотнее будут покупать твои комиксы, если они тебя знают, у них с тобой связь и все такое. Так что, в общем, какие-то способы есть, но ультимативного, какого-то суперкрутого, мне кажется, пока никто не нашел. И, кстати, одна из причин, почему, мне кажется, все вот это, в принципе, довольно интересно, потому что готовых решений вообще нет, и как с этим жить, типа, не до конца понятно. Мне при этом кажется, что, если говорить уже именно про такую профессию, трансформируется, то есть я бы сказал не профессию журналиста, а человек, который просто занимается разными медиа, мне кажется, что то, о чем там много говорят, говорили, что, мол, журналист должен быть универсальным специалистом, он должен снимать, писать, фотографировать, монтировать, это, как раз, не очень нужная вещь, потому что, на самом деле, если смотреть на качественный продакшн, обычно эти роли разделяются. Если человек одновременно снимает и пишет, обычно получается и то, и другое плохо. Ну, просто потому что времени не хватает, ну, это естественный процесс. В то же время, вот сейчас, мне кажется, в современной редакции совершенно невозможная ситуация, когда журналисты не понимают, как их работа монетизируется прямо или опосредованно, как их работа влияет на их зарплату напрямую. Поэтому, допустим, вот у нас это очень понятно, потому что у нас маленькая компания и, фактически, есть очень прямая линейная связь. Если мы хорошо поработали, у нас там есть возможность повысить зарплату. В больших холдингах это совсем не так, и люди сидят, крутят гайку на конвейере и не понимают, в общем-то, что они делают годами и как это влияет на их жизнь. Вот, и в этом смысле знание по маркетингу, стратегии, ну, вообще по какому-то бизнес-планированию довольно полезно даже людей, которые занимаются скупом контентом, потому что, если ты запускаешь новую рубрику в рамках большого холдинга, это все равно должно планироваться как отдельная медиа, как отдельный стартап, пусть даже с использованием ресурсов имиджевых или финансовых, каких угодно. И если, допустим, ты, не знаю, занимаешься управлением там какого-то отдела в большом холдинге, ты должен читать бюджеты. И всякие прекрасные вещи, которые мы видим, там, видим, то есть все были увлечены, например, года 3-4 назад мультимедийными лонгридами, как это называется, когда после сноуфола New York Times знаменитая история про лыжников, занесенных лавиной. Все стали делать какие-то верстки на full screen с мультимедиа, но при этом это, на самом деле, очень редко оправдано, потому что такой мультимедийный стори тейлинг должен быть оправдан содержанием. То есть должна быть некая история, которая разворачивается, и каждый из инструментов дает дополнительные ценности, а при этом это стоит безумных денег. И сколько денег было угрохано, в том числе и брендами, на то, чтобы просто осуществить свои амбиции, ну, невозможно сосчитать. Ну и так постоянно происходит. Мне кажется, это происходит, потому что в изданиях часто люди начинают работать, делают издания, начинают люди, которые пришли из журналистики, тексты писали или видео снимали, и занимались очень ремесленной работой. И поэтому делают очень много детских ошибок, я просто по себе это знаю, потому что у нас было очень много сделано детских ошибок на разных этапах нашей работы просто от недостатка знаний, которые мы постепенно как-то пытаемся все время добирать. И поэтому мне кажется, что вот такая ремесленная страна журналистики, она должна быть очень сильно дополнена знаниями не из той же профессии, а из каких-то смежных дисциплин, причем даже не специальных, типа не экономик, музыка, культура и так далее, а скорее вот системных. Но важно сказать, что при этом журналистские навыки – это круто. И журналистам быть круто, даже если ты… Не важно, чем занимаешься. Опять же, мы говорили, что десять лет назад всем казалось, что сейчас придут блогеры и всех сметут, и не будет вообще ничего, кроме них. Этого не произошло. И мне кажется, что вот даже в том, что мы сегодня называем новыми медиа, эти навыки важны. То есть, в принципе, ты даже сториз в Инстаграме можешь делать лучше, если ты классный журналист, если ты на этом журналист работал. Сто процентов. Дудь же абсолютный пример. Да. Почему Дудь пришел и вынес всех на Ютубе, и почему он придумал формат, который все стали копировать. У него очень много копий, они все не очень классные, по-моему. Потому что именно потому, что он как журналистом едет брать интервью, он очень долго это сделал, у него есть эти навыки, он пришел как бы на новое поле, которое на самом деле так же устроено, как все остальное, и применил их, и круто это сделал. И поэтому как бы вот эта штука, не знаю, умение писать, например, условно говоря, мне кажется, вообще не устаревает, или там искать информацию, или даже брать комментарии, и так далее. Стандартный набор. Это все абсолютно типа актуально, даже если там, не знаю, ты ведешь телеграм-канал или паблик ВКонтакте про музыку, все равно ты будешь лучше его вести, если ты умеешь там брать интервью, условно говоря. Вот мне кажется, это важная штука. Мне кажется, даже если говорить про вещи, которые часто думают, что можно автоматизировать, а быстро. Вот. То есть, например, там, кажется, басфит имеет инструмент, который позволяет определить на ранних стадиях потенциальное видео или там контент набирающий виральность. То есть, если там какое-то количество лайков на фейсбуке за удельную единицу времени набирается, то они получают условный алерт и обращают на это внимание и переупаковывают это как-то. Но фишка в том, что лично то, что мне безумно интересно, я не устаю этим восхищаться, когда получается разгадать эту загадку. То есть, ни у кого никогда не угадалось найти секрет философского камня, секрет вирального контента. То есть, отсюда возникают все эти нелепые имитации серии, что-то взорвало интернет, всякие заголовки, ну, опять-таки, кликбейт и прочее, потому что это имитация виральности. Но реальная виральность, она возникает из совмещения каких-то архетипических вещей, интересных людям всегда. И про это есть хорошая книжка, которая, мне кажется, очень важная для любого человека, который занимается медиа. Это книжка Дугласа Рашкоффа. У него есть известная книжка «Future Shock», а есть книжка «Медиавирус». И она на русский перевезена. Перевезена она плохо, но, в общем, можно на английском почитать, можно на русском. И он как раз там разбирает на примере «Популярная культура в Америке в 80-х, в примере медиа в 80-х, 90-х в США». Какие вещи становятся почему-то безумно популярными, причем это еще до интернетовской эпохи. То есть, например, изучает феномен Симпсонов, феномен улицы Сезам, феномен политических шоу. Это довольно интересное чтение еще и потому, что, например, разбирая там приемы пропаганды, которые использовались американскими медиа, ну, когда начиналась война в Персидском заливе, какие там опять-таки архетипы вводились, и ты читаешь и думаешь, елки-палки, где-то это видел три года назад. И сейчас иногда продолжаю видеть. Ну, прямо вот то же самое. Ну, потому что это просто работает. И когда, допустим, видишь ситуацию, что какой-то материал прочитали не благодаря техническому сбою, не потому что Яндекс его там вынес куда-то в топ, или Рамблер поставил на первую строчку, это была такая игла у многих медиа в 2013-2015 годах, когда Рамблер мог поставить партнерский материал, ну, партнерский контент какого-то издания на первую строчку, и там сто тысяч человек приходило за день, думал, вау, круто, мы добились успеха, а на самом деле нет. И когда ты видишь, что там люди отовсюду пришли прочесть какую-то историю, ты начинаешь разбираться, почему ее прочитали, и ты доходишь до какого-то базиса. То есть ты понимаешь, что это, не знаю, история про борьбу человека и системы, в которой человек сначала победил, а потом проиграл. Это история, не знаю, про… Потешествие героя. Да, вот это вот все, что Ксимирон вспоминал на известном баттле. Вот, и, то есть, например, не знаю, у нас недавно была мега популярная история про парня с почты России, который обустроил одно отдельно взятое отделение, а потом ему пришлось уволиться из-за конфликта с начальницей этого отделения. Он там как-то стал рассылать смс-ки людям, в общем, все страшно довольны были, куча отзывов и так далее. Ну вот, а потом сижу, смотрю, что у нас там 100 тысяч человек прочитал за три дня, ну и думаю, вот окей, почему так вышло на уровне заголовка, на уровне тизера. И ты находишь этому причину. Но, естественно, это делается постфактум, это невозможно сделать до. Но человек, который это делает постоянно и привыкает это делать, начинает это чувствовать. Потому что это опыт, это нарабатывается, это то, что называется профессиональным навыком. И вот мне кажется, когда совмещаются алгоритмы, нейросети, бигдата и прочее, и вот этот опыт, наработанный на практике, получается нечто действительно успешное. У вас вопрос был. Это не так. Это не так. Нет. 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 comes. На самом деле, наши СМИ показывают в западных, а западные СМИ как-то пытаются это работать? Тут большая разница, во-первых, чтобы понимать под западными. Я, например, глубоко убежден, что европейские СМИ очень отсталые, просто ужасно. То есть вот есть немецкие… От США. Я, конечно, Маху дал не 2-3, но полтора-два. То есть на самом деле если вы занимаетесь медиа, читаете сайт Nemon Lab, который анализирует текущие тренды, то примерно глядя на то, что они пишут про текущие этические проблемы, профессиональные, финансовые, можно примерно понять, что мы через полтора года на своем уровне будем обсуждать. Но тут всегда есть поправочка, что вот опять-таки у неоднократно упомянутой Медузы делала конференцию про медиа, делала конференцию по нативной рекламе в 2016 году, когда им нужно было эту тему раскачать под себя. И приезжали разные западные классные специалисты, которые этим занимаются в New York Times, ну в общем в разных больших изданиях. Vox, Quartz и так далее. И они говорят, вот у нас проект стоит там от 50 тысяч долларов до полутора миллионов долларов. Ну вот и в России все примерно так же только в рублях. Вот. И в этом большая поправка, потому что это значит, что другие ресурсы на продакшн, другое качество журналистики, другое качество всего мультимедиа и так далее. Вот. Собственно немецкие медиа очень отсталые, по моему взгляду, технологические, потому что у них безумно успешная экономика. И они по-прежнему находятся в ситуации, когда им не нужно вертеться. У них хватает рекламных доходов простых. И даже в, не знаю, маленьком немецком городке на 200 тысяч человек будет какое-нибудь местное здание, где работает 50 человек, они нормально себя чувствуют. Вот. А США это в интересном, потому что они как раз на их масштабе, на их проблемах, которые опять-таки, ну чем у тебя больше денег, тем тебе сложнее ими управлять, сложнее их зарабатывать, если у тебя есть необходимо их зарабатывать. Они на этом масштабе пытаются это все решать. И на самом деле, опять-таки, то, что в России сейчас новое запускается, оно, как правило, ну если не скопировано, то оно позаимствовано в США. И это хорошо на самом деле. Ну вот какой-то последний яркий проект запущен, это The Bell или за это осетинской. Ну вот он там слеплен из опыта разных изданий, построенных на email рассылке, дополнен, адаптирован к России и очень хорошо выглядит с точки зрения журналистики. Уж не знаю, как у них там получится его монетизировать, но это такая известная вещь. Но при этом на скатерке с точки зрения монетизации они там каких-то пока волшебных вещей тоже не нашли. Там более-менее тот же самый набор, в общем-то. Ну да, там в принципе все. Нативная реклама – это последнее изобретение. Ну да, но просто нативная реклама там обсуждается более гневно, я бы даже сказал, чем в России, потому что в России все в целом привыкли к тому, что есть джинса. Я просто, если честно, для меня это очень болезненная тема, потому что я ненавижу, я вижу в любом фейсбук трейде, где люди, скажем, по ту сторону, то есть это представители компании либо пиарщики, агентства обсуждают нативную рекламу, всегда возникает какой-нибудь человек с интонацией «Я на схватке, я циничный, я пожил». И он такой вот… Все можно купить. Ну да, да, но о чем мы говорим? Слушайте, ну что мы тут вообще, о чем мы говорим? Какие-то метки, ценности, да господи, все есть своя цена. Вот. И… И у тебя, Кирилл, тоже. Да. И я, в общем, из этого всегда впадаю внутренне внеистовство, хотя я стараюсь не участвовать в никаких избучных разговорах, в принципе. Но, в общем, это как бы, так и я сейчас в российской ситуации, здесь все очень циничные. В Америке в силу очень большой конкуренции, в очень большой конкуренции. Там проблема не в том, что все очень этичные. Ситуация не в том, что все очень этичные, а в том, что все очень конкурируют за… Ну, в общем, там настоящий дикий капитализм на медиарынке, и поэтому есть стимул двигаться, есть стимул быть лучше остальных. И это такая, что ли, более чистая в смысле конечного результата ситуация. Не знаю, мы уже почти полтора часа говорим. Да, ужасно. Я бы, мне кажется, еще вот напоследок сказал бы, типа, зачем все это? Просто я сказал, да, что вот вначале, что медиа – это все, и все, в общем-то, этим занимаются. Но мне кажется, что есть какие-то… Ну, когда ты делаешь целенаправленно, когда ты, типа, целенаправленно свои stories в инстаграме воспринимаешь, как медиа, условно говоря, ты в большей степени… И это избитая тема, но мне кажется, тебе надо проговорить. Занимаешься как бы каким-то кураторством, и фильтруешь что-то, и формируешь какую-то картину реальности. И это то, зачем вообще все эти штуки, которые мы перечислили, в принципе, нужны, да, потому что, как я сказал, уже в 97-м году было понятно, что с информацией в интернете все окей, ее очень много, это ресурсы бесконечные, а вот с вниманием хуже, поэтому нужны люди, которые помогают как бы с тем, чтобы указать, типа, на что тратить свое внимание, на что стоит его тратить, да, и, не знаю, когда бумага не пишет про человека, который застрял в лифте, вы, в общем-то, фильтруете что-то таким образом, да, для своих читателей. Я тут не согласен с тобой в том, что нужно что-то указывать. Вот у меня здесь принципиальная позиция. Нет, нет, нет. Знаешь, это на самом деле тоже в афиши был слоган, как мы скажем, так и будет, который всем известен, кто любил афишу нулевые, и он не работает в интернете. Я не имел в виду какого-то тоталитарного смысла, но ты так или иначе все равно это делаешь, как бы, если ты этим занимаешься, в любом случае, потому что ты про что-то говоришь. Ты сейчас говоришь про фрейминг, то есть про определение повестки, которое подсвечивание чего-то более важного по сравнению с менее важным. Ну да, мне кажется, это… Это даже не единственный способ, которым этот фильтр и это кураторство работает. Это многослойная штука там. Мне кажется, больше процессов, хотя я не знаю. Что-то поспорить со мной про повестку, что в медиа вообще не формирует ее. Мне кажется, что здесь просто суть в том, что ты говоришь о своей колокольне, потому что я вот посмотрел вчера твой последний ролик на ютубе, где ты рассказываешь про странную музыку. Да. Вот, и я… Что это? Да, я как бы никогда не слышал, и вряд ли когда-то еще услышу. Вот, и я думаю, что если мне сейчас захочется узнать про странную музыку, пойду Грише в блок, ну, про что-то такое, что Гриша сделал за меня. И на самом деле это, наверное, в этом скорее даже не акураторство, это практическая польза. То есть медиа экономит время, хотя они ее жрут очень много времени. Это такая парадоксальная штука. То есть с одной стороны, как раз, к слову о прогнозах, сегодня есть в России очень хороший специалист по медиа, Михаил Калашников, он ведет блок. Он опубликовал свою презентацию, с которой он где-то выступал дней пять назад, тоже про будущее медиа. И он, как я понял из слайдов, достаточно оптимистичен, потому что, то есть там первый слайд, что вся индустрия сегодня направлена на то, чтобы освободить как можно больше времени у человека. Ну, то есть вы не тратите время на уборку, потому что у вас есть сервис, чтобы за вас кто-то убрался, ну и так далее. Ну, если вы там достаточно зарабатываете, чтобы себе это позволить. И, соответственно, у человека освобождается время на что-то, на медиа, в каком-то виде. Вот. Но вот история про объяснительную журналистику, которую любят Медузу и все, на самом деле, тоже ее любят вокруг, в том числе. Она тоже про некую работу, которую за тебя делают, чтобы освободить твое время. Это какая-то такая вот постоянный цикл. Еще на самом деле под кураторством и каким-то фильтром я веду, что это, в принципе, помогает какому-то познанию мира. Ну, потому что ты, ну, типа, ну вот скриптонит выпустил новый альбом, ты можешь про него прочитать, не знаю, на Медузе, и ты как бы одним образом ее поймешь. А можешь посмотреть интервью с Дудя с ним и так далее. И это всего касается. Ты одну и ту же новость можешь прочитать на бумаге, и ты как бы одним способом на ее посмотришь. Можешь прочитать ее на комсомольской правде и как бы по-другому на нее посмотришь. И это важно, потому что, ну, типа, мне важно, чтобы мне вот там Ричард Броуди рассказал про Звездные войны, что он мне помогает и так далее. Я не знаю, или там какой-нибудь Майк Рогнет рассказал про искусство роботов. И что это прям супер важная функция, короче, по-моему, что помогает как бы познавать вообще мир вокруг. Это какие-то инструменты, с помощью которых… Крутурирует как-то информацию. Да, да, да. И то, что ты как бы, ну, типа, не с помощью алгоритмов ты делаешь вот этих конкретных людей, через их призму смотришь. Это супер важно. И это, опять же, на всех абсолютно уровнях работает, мне кажется. Да, ну, здесь бывает один парадокс, который, который на самом деле тоже не решен редакциями, потому что завоевание последних лет стоит в том, что редакции наконец начали читать аналитику, следить за цифрами, которые вот мы несколько раз критиковали сегодня, но все равно это очень важно, потому что это показывает более-менее адекватную картину. То есть если вас много читают, это еще ничего не значит, а если вас мало читают, значит, что у вас точно все плохо. И бывает история, которую журналисты делают, несмотря на то, что их не читают. И тут всегда, на самом деле, для меня это нерешенный вопрос, потому что нужно понимать, что качественные расследования, например, читается всегда меньше, чем развлекательные материалы. Это естественно. Но это не значит, что их не нужно делать. И Роман Баданин, который сейчас в Стэнфорде учится, новый главред Дождя, ну, как новый, полтора года уже, он когда стал главредом Дождя, он давал интервью, как раз Горбачеву, упомянутому, и его спросили, что вот зачем вы делаете расследование, зачем вы будете заниматься расследованиями на Дождя, занимавшись с ними уже в РБК, и до этого занимались с ними в газете.ру. Если как бы эти расследования ни на что не влияют, а сейчас в России действительно расследование, в общем-то, ни на что не влияет, кроме какого-то элемента общественного мнения. И Баданин говорит, вот это такая экзистенциальный вопрос. То есть если вы делаете что-то, что вы считаете правильным, но оно ни к чему не приводит, нужно ли это делать? Вот с моей точки зрения, говорит Баданин, ответ да, нужно это делать. Потому что это все-таки влияет на какой-то процесс, на сиюминутное. Ну и вот опять-таки, поскольку этот вопрос нерешенный, я тут не могу на чем настаивать, но я тоже считаю, что нужно делать, даже если это не приводит в коротком периоде к чему-то, потому что медиа – это игра в длинную всегда. Если говорить про медиабизнес, это игра в очень длинную. Она может сработать в очень небольшом проценте случаев, а может ни к чему не привести. Это естественный выбор каждого человека, который этим занимается. Классно, мне кажется, на это можно закончиться.